Итак, огромный привет моим любимым подписчикам и гостям моего канала. Продолжаю цикл выпусков, начатый с первого видео. Если вы не смотрели, переходите и посмотрите. Я поделилась там историей о том, что в последнее время на досуге очень часто смотрела интервью разных людей. Подсела на интервью. И вот, прослушивая истории жизни разных известных людей, я сделала для себя такой вывод, что для большинства из нас, по всей видимости, есть три ключевые темы, которые нас в этой жизни очень беспокоят. Это тема своих взаимоотношений с прошлым, это тема обид и прощения, и тема различных психологических проблем, борьбы со стрессом, тема принятия этой жизни, да, как жить, так её научиться принимать, чтобы жить в гармонии. Ну, как-то более-менее, чтобы ты не тяготился своей жизнью, потому что, ну, какой тогда в этом смысл, если вся жизнь для тебя бремя. Итак, первый выпуск был про тему взаимоотношений с прошлым, как выстроить свои взаимоотношения с прошлым. Сегодня поговорим про тему прощения и обид. Тоже такая, знаете ли, очень серьёзная тема. Люди обиды порой несут через всю жизнь, и это, к сожалению, только наше с вами бремя. Вот в этом-то и весь облом и заключается, когда человек говорит, не прощу, не достоин. У него складывается такое ощущение, что ты как бы бросаешь этот груз на обидчика, и он его будет нести. Нет. Почему-то вот по такой вот подлой закономерности груз непрощённых обид несёт не обидчик, а несём мы через всю свою жизнь. Вот это, наверное, первый для себя такой вот ключевой вывод, который я сделала. Делюсь своим опытом, да, не какой-то профессионал, который может вам что-то советовать, просто на примере своего опыта, вдруг вам будет полезно. Первый вывод – это, конечно же, понять на себя, что обида – это твоё бремя, и это твой груз. Это не бремя обидчика. Человек, который тебя обидел, вряд ли там придёт как-то с этим разбираться к тебе. Ну, может быть, когда-нибудь он извинится или что-то сделает, но ответственность всё-таки лежит на тебе. Как ты с этой обидой будешь обращаться? Как ты с ней будешь жить? Недавно услышал такое интересное выражение, что можно испачкать свою жизнь от чужих эмоций. Вот, наверное, то же самое происходит с нами, когда нас кто-то обижает. По сути дела, твоя жизнь пачкается от чужих эмоций. Вот, например, там вам невежливо ответили по телефону с утра, да, вы там куда-то звонили. Вот я, кстати, звонила в ветеринарную службу городскую сегодня. Мне очень грубо ответили. И в какой-то степени моё утро было слегка так немножко испачкано от чужих эмоций. И, кстати, женщина, которая отвечала, была не в настроении, и это меня задело. Ну, я не думала, конечно, переживала, но просто было неприятно, что вот тут же начинается с такого вот общения на каких-то там неприятных тонах повышенных. Хотя я ничего там не требовала, просто позвонила информацию мне. Вот, что же говорить тогда о более каких-то глобальных обидах, да, которые наносят порой нам наши близкие. Там обида на родителей, обида на взрослых детей, обида на возлюбленных, обида на какого-то друга, который подставил, предал и так далее. С серьёзными обидами работать ещё сложнее, да. Тут твоя жизнь ещё больше пачкается об эти чужие эмоции. Ты никогда не поймёшь, почему человек с тобой так поступил, зачем ему это надо было. Но, тем не менее, твоя жизнь испачкана об его эмоциях. Вот поэтому очень важно подумать о гигиене тут, да, в переносном смысле этого слова. Мы моем руки регулярно, мы моем тело, чтобы смывать себя накопившуюся грязь. То же самое надо делать с обидами, не надо их копить, надо от них избавляться. Не надо искать, на мой взгляд, ответы на вопросы, почему с тобой человек поступил так. Это было его решение, он так захотел, всё. Никогда не ищите других аргументов, потому что он подлец, потому что он мерзавец, потому что он такой, потому что он сякой. Он так захотел. Сознательно, либо по глупости, но это уже случилось. Нести тебе груз вот этой обиды самостоятельно придётся. Поэтому либо неси, либо избавляйся. Итак, вторая, наверное, тема. Как простить и прощать ли? Вот раньше, вот я смотрю вот тоже сейчас время от времени про жизнь в Советском Союзе. И, понимая нравы людей, осознаю, что жизнь сейчас немножко, конечно, изменилась. Даже не немножко, в плане восприятия. Раньше прощались такие вещи, которые, наверное, сейчас некоторые люди даже ни при каких условиях не хотят прощать. Мы сейчас более риски. Были перегибы. Тогда слишком прям всё вот прям. Мы семья, мы там разводиться позорно. Будем жить там, друг друга ненавидеть и жить. Потому что там всё друг другу. И измены, и взаимные причём, да. Меня очень удивили вот эти истории про взаимные измены. Всё. И жили вот в этой грязи. Несли в дом вот эту всю грязь. Вот это вот. И жили всё равно. Вот настойчиво жили, прощая друг друга. Пока, как говорится, смерть. Пока кто-нибудь из них не помыло. Сейчас, наоборот, очень категоричны люди. Если что, прям нельзя прощать. Люди не меняются. Всё. Вычёркивая жизнь. Вычёркивая. Сейчас люди более риски. Это немного тоже перегиб. Где-то нужно всё-таки искать баланс и золотую середину. Если мы будем рассуждать с позиции того, что прощать не надо. Нужно понимать тогда, что это правило должно работать для всех одинаковых, в том числе для тебя. Ну, поздавал ты на работу, мы не будем тебя прощать. Давай мы тебя сразу уволим. В смысле, там, ты первый раз опоздал. Да наплевать. Люди не меняются. Опоздал раз, опоздаешь и два. Всё. Всё, неважно. Пинка тебе под зад. Там, мне не знаю, один раз спалила ужин, там, мясо по-французски у тебя погорело в духовке. Ну, всё. А, муж говорит, тебе ты не умёха, ты сколько продуктов перевела. Давай, собираешь чемодан и проваливай. Просто проваливай. Или любишь ты вот ПМС у тебя, и у тебя вот какая-то бесячка начинается, и ты истеришь. Муж вот это терпит. Или родственники твои терпят. Вот, я мамку свою терпела, потому что у него тоже бывают такие эмоционально-гомональные всплески. Вот родственники тебя терпят. Давай не будут они тебя терпеть, давай они тебе сразу скажут. Вот ты сейчас вот как-то проявила себя неприятно. Ну, неприятно, сразу вали, сразу до свидания, сразу разрываю с тобой отношения. Всё, всё. Люди не меняются, прощать не надо. Вот такая вот позиция. Делаем ли мы так на практике? Конечно, нет. Почему? А потому что это вполне обоснованно. Помимо каких-то действий негативных, которые человек мог совершить, у человека есть такая штука, которая называется репутация. И репутацию человек заслуживает месяцами, годами, десятилетиями, находясь в отношениях с вами. Будь то у вас же друг, подруга, муж, жена, возлюбленный, возлюбленная, мать, отец и так далее. То есть помимо какой-то оплошности, которую вы совершили, у вас же ещё была и репутация. Или у этого человека, который обидел вас, у него была репутация. И поэтому мы прощаем, потому что мы вспоминаем, что ага, у человека это хорошая репутация. Ну вот вы опоздали на работу, работодатель вас просил, потому что вы не часто опаздываете. Вообще, вы хороший работник. У вас есть репутация. Вы прощаете своего мужа, который казался, да, всем брось этого, брось этого, казалось. Потому что у него вообще-то есть репутация, он заслужил, у него есть какой-то багаж действий, которые он сделал для вас, каких-то хороших действий. Всё то, что он для вас сделал. Естественно, когда вы, например, думаете, ладно, я прощу своего мужа. А другие вас говорят, почему ты простила, почему ты такая глупая женщина, простила этого мака. Потому что они не знают, из чего состоит его заслуга, какая у него есть репутация. Если бы они знали его репутацию, они бы тоже простили, сказали, ну да, бывает, но я же не могу перечеркнуть все добрые дела, которые он сделал для меня из-за какой-то вот такой вот непонятной ситуации. То же самое, да. Ну вот в любой ситуации вещь, которая останавливает нас и заставляет нас прощать, это, конечно же, репутация человека. Понятно, если человек там из раза в раз подводит, из раза в раз там обманывает, предает, совершает какие-то мерзкие поступки, естественно, ты со временем делаешь вывод, ага, надо закрывать контору, прощать я его больше не могу. Все. Потому что его репутация стала слишком негативной в моих глазах, и мне нет стимула сохранять, там, продолжать отношения и так далее. Нет стимула, там, оставлять этого работника на работе, нет стимула, там, дальше общаться с родным отцом или с родной матерью, да, потому что репутации нет, не за что зацепиться. Так вот, запомните, если люди какие-то прощают других людей, это не потому что они глупые, потому что они понимают, что у человека есть, назовём это заслуги, у него есть определённая репутация, которую он месяцами, годами заслужил, есть какой-то список хороших дел, как говорится. Также у вас есть репутация, да, если вас кто-то прощает, это не потому что этот человек дурак, он вас будет до конца жизни прощать, потому что вы такого лоха нашли, который вам всё простит. Нет, он будет прощать только потому что у вас есть какие-то заслуги, да, то есть есть какие-то преимущества. Муж просил вам вашу истерику, потому что другие дни вы прекрасная женщина, он вас любит, обожает и хочет с вами дальше жить и наслаждаться теми прелестями жизни, которые есть у вас совместные. Вот такая вот ситуация. Ну и последний, наверное, совет, кого прощать, кого не прощать, где тот лимит, где тот предел, после которого уже нельзя, уже хватит. Это решать только вам и вся ответственность за эти решения, конечно же, лежит на вас. Бывает так, что ты простил человека, а потом жалеешь, потому что понимаешь, что ты просчиталась, ты просчиталась, и человек снова гадит тебе в этой жизни. А бывает так, что человек не простил, ты пошла на принцип, ты не простила, потом проходит какое-то время, и ты очень сожалеешь об этом. У тебя случаются какие-то новые истории в жизни, ты переживаешь новый опыт, и в сравнении с новым пережитым опытом, вот то, что случилось тогда, например, пять лет назад, тебе кажется такой фигнёй, и ты думаешь, боже, как мы могли поссориться из-за такой фигни, как я могла потерять этого человека. Так вот, запомните, груз ответственности, конечно же, лежит на вас, и тут надо включать не только голову, как все советуют, но ещё и интуицию, быть осторожной в своих действиях, потому что потом придётся, в некоторых случаях приходится жалеть. Сами оценивайте риски, сами думайте, когда вы можете, когда вы не можете простить, и знайте, что последствия – это либо ваше бремя, либо ваша награда. Если вы не просчитались, там, простили, допустим, не послушали никого, и у вас хорошо сложилась жизнь, это ваше личное достижение. Если вы кого-то послушали, или сами приняли неверное решение, и поняли со временем, что оно было ошибочным, это ваш личный груз, ваш личный крест, который вам нести. Поэтому тут очень осторожно, решение, конечно же, лучше принимать исключительно самостоятельно. И сами устанавливайте себе, конечно же, лимит на количество тех вещей, которые вы можете простить тому или иному близкому человеку. Чтобы это не превратилось в токсичную для вас историю, где вы будете таким вечно обиженным. Ну, не в смысле, там, «Эй, ты вечно обиженный, хватит, дурьковый!» Нет, а в смысле пострадавшим в этой ситуации, да. Нужно быть аккуратным, чтобы не стать пострадавшим, потому что некоторые близкие люди, зная наше теплое отношение к ним, очень часто вот злоупотребляют и думают, что вот ты прости, вот ты простишь еще 300 раз. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Итак, всем огромное спасибо за внимание, делитесь своими личными историями в комментариях. Всех люблю, целую и пока-пока!